Всем привет, друзья! Мы возвращаемся в карьеру за Арсена Венгера. Ребята, ну что у нас? 9 января. Январь это значит что? Это значит зимнее трансферное окно. У нас по трансферному бюджету 56 миллионов плюс еще на зарплату 140 тысяч. Я давно уже задумываюсь приобрести центрального защитника. Сейчас на ваших экранах полурезервный состав, так как у нас будет, ребят, матч на кубок. Так вот, друзья, у нас есть Киер из защитников, которые находятся на скаминке запасных, но он возрастной. Да, он хорош, он действительно хорош в свои 34 года датчане, но у него прям очень-очень серьезный пошел регресс. Вот. Также у нас есть Гинтер, ему уже 30. Я не знаю, то ли стукнул, то ли еще стукнет в скором времени. Так вот, друзья, давайте быстренько к центру состава, к центру трансфера. Хотя, возможно, на момент выпуска уже давным-давно все закончится. Я имею ввиду, трансфер на это не разбериха с Лилем. Так, Ботман. 23 года, Свен. Ипона, мать, а он находится в Роме. А вы, друзья, сами прекрасно понимаете, что это значит. Это значит, блин, какой же он. Игра головой, чтение защиты. Метр девяносто пять, Свенушка. Это значит, ребят, что из Ромы мы не сможем никого приобрести. Очень любопытно, что, например, Николу Дзаниолу... Не знаю, перешел, не перешел. Потому что, друзья, на момент этого выпуска уже очень много времени. Я записываю, повторюсь. Бывает по два-три выпуска сразу. А бывает по неделям. Даже две бывало недели, не записывал. Не было возможности. Надеюсь на ваше понимание. Так. Ну да, метр восемьдесят девяносто пять. Ну, блин, шикарный, мощный защитник Рома, конечно, красавцы. Урвали его. Ну тогда что? Ботман, Салиба и Балакачев. Давайте пробовать Салибу, брать. Я думаю... Не знаю, именно вот его почему-то захотел. Балис из Арсенала, поигравший в Марселе. Сейчас он в Ньюкасле. Но я думаю, пятьдесят он, наверное, стоит. Пятьдесят миллионов. Вы до нитки просто нас разрываете. Ну, за пятьдесят миллионов. Вот так вот. А что поделать? Угу. Игра головой... Под слово совсем. Нужно, конечно, подтягивать... Игру головой. Ну да, наверное, Либера будет идеально. Прыжки. Игра головой. Тени в защите. Подкат подтянем. Ну что, поехали? Один-один, господи. И только в серии пенальти. Только в серии пенальти. Турим пополам. Друзья, у нас следующий матч с Калери, который мы просимулируем. Я решил, сделаем следующим образом. Салиба у нас будет играть чисто в серии А, а Гинтер будет играть в кубковых матчах и в Лиге Европы. Ну и плюс там будет выходить Кьер не так часто, как до этого. Вот. А мы, кстати, сыграем с Интером, сыграем с Ювентусом и сыграем с Наполи. Думаю, все-таки Мадридский Реал оставим, ребят, на следующий выпуск. Сразу два матча со сливочными бахнем. Так что давайте перемещаться в Калери. Состав на ваших экранах, боевой состав. Что, поехали. 2-2. Даниэль Шнейдер спасает Милан. Вот так вот. Еще один гол на свой счет записывает Мукоко. Хотя проигрывали вообще 2-0. У нас следующий матч с Венецией. Рома на втором месте 45 очков и Милан пока единоличный лидер. По-прежнему на первом месте 7 очков между Ромой и Миланом. Сейчас к матчу. Ну что, быстрый расчет у нас. Филипс, кстати, играет в основе. 2-4 Мукоко, дважды Ляу и Субослай. У нас, друзья, четвертьфинал Кубок Италии. Интер, Милан, классика, дерби. Переходим, друзья, к матчу. У нас Тамори вышел вместо Кьера. Так как Кьера устал очень и очень сильно, я бы сказал. По составу Интера Мартинес, Иммобили, Баррелла, Сенси. Так, Шкриньер, Милитау. Составчик хороший, оборона хорошая. Лафонт у них защищает ворота. Сансира. 3-1, 4-2, расстановка Интера. 4-2, 3-1, расстановка Милана. И давайте, друзья, выходить. Иммобили. Сейчас, кстати, речь идет именно про этого футболиста. Подача в штрафную. Иммик Субослай врезается. Интератака вторым темпом. Дух хороший какой удар. Неприятный удар. И это Сенси. Очень неплохо. Рафаэль Ляу здорово развернулся. Я думал, фронтарь-то взял мяч намертво. Что это было сейчас? Шкриньяр, нарушение правил. И какая-то лобовая атака была. И это хороший шанс для Деминика Субослая. Не получился сильный удар у нас. Я немного перестраховался. Очень быстро, кстати, переходит футболисты Интера от центра поля. Знает, что особо в центре задерживаться не стоит, когда играют такие монстры. Полузащиты. Как Тональ и Кеси. Даниль Шнейдер. Мукоко. Федраса. На ближнюю. Здорово как! Здорово как! Здорово как! И Даниль Шнейдер вколачивает мяч в сетку 0-1. Ну, слушайте, немного даже неожиданный гол получился. Вот здесь Мукоко молодец, отработал до конца. Возможно, даже ценой микротравмы. И Педраса. Великолепный прострел. И у нас 1-0. Милан выходит вперед. Заслуженно. А вот не знаю. Первый гол. Первый гол. В этом розыгрыше кубка Даниэля Шнейдера. Мукоко. Шнейдер. Даниль Шнейдер заброс на Рафаэль. Ляу! Ух! Еще один момент! И вот Лафот вручает. Хотя бил в дальний угол могло быть опасно. Прям опасно. Субос лай. Подача штрафную. Гинтер! Ляу. Шнейдер. Мукоко с левой ноги заряжает немец. Мукоко, кстати, провел хороший матч. Но он немного подустал. Еще одна на ближний шаг. Вот это может быть опасно. И вот он. Гол. Это Лаутаро Мартинос. Аргентинец не сравнивает счет. По-моему, из-под Адли набегал аргентинец. Из. Под французом. Если можно так выразиться, забил. Нет. Нет. Все верно, да. Я был прав. Субос лай. Очень неплохо. Очень неплохо. Рафаэль Ляу. Держит мяч. Ляу. Хорошо, как под удар. И что творит Доминик Субос лай? Именно. Вот пусть любой был бы футболист, но только не он. Он не имел права так права. О, господи. Ой, здорово. И вот сейчас Хауги отрывается норвежец. Не прошла передача и Доминик Субос лай. Адлий нужно возвращаться. Так же, как и Киси. Боррелла с мячом. Боррелла опрашивается передача. Как в итоге, какой удар неприятный. Хауги. Сальмакерс. Еще передача хорошая. Сабос лай. Сабос лай не забивает. Да. Прям не везет венгру в этом матче. Он должен был уже, ну не знаю. Ну дважды точно забить. Но Сальмакерса. Молодец, Билли Гейтс. Доиграл эпизод до конца. Но и Лафон хорошо сократил дистанцию. Прям шикарно. Среагировал француз. Вот он пихает. Держит. Но судья не свистит. Все-таки мы выходим. Полуфинал. 1-2. Минимальная победа Милана. Матч был очень сложный. Но подустал Интер. Действительно подустал. А вот второе дыхание у Милана открылось прям вовремя. Сабос лай провел не самый лучший матч. У нас очень важный матч с Ювентусом. Ювентус пока располагается на восьмом месте. Вот так вот. Ну что, играем на выезде. У Ювентуса Гризман, Влахвич, Дибала, Невеш, Локотели, Артур, Хименес, Де Лихте, Карвахаль, Пелегрини, Перин. А у Милана вышел Салиба. Так, и форму мы, друзья, сейчас поменяем. Ну что, снег у нас, да? Ну ладно, давайте сыграем снег. Хотя не особо я люблю. Теменикс обо слай. И сразу же передача Рафеляо. Кэсси. Удар ворится. Артур решил показать спринтерские способности. Гризман, Артур, неплохо. Робин Невеш, он может и пробить. Издали хороший удар португальского полузычайника. И Галкибер на месте. И Кэсси. Устремляется Кэсси. И сразу же передача на Мококо. Мококо. Кэсси. 0-1. Ничего мы не придумали. Вот было прям желание, чтобы Рафеляо пробил сразу. Но в итоге посмотрите, что. Посмотрите, что они соорудили. Гол без шанса. Неплохо так Влаховича. Тиснилки Синий. Каждому это удается сделать. Паула Дибала. Дибала аргентинец. А вот и пенальти. Ну там был пенальти, на мой взгляд. Ой-ой-ой. Ну тут без шансов. Влахович без шансов. Дибала. Этот маленький засранец. Эта маленькая оболожка проскочил. Аргентинец. И вот такой вот пенальти. Очень такой мощный Влахович. Мне такие нападающие, особенно в FIFA, очень сильно напрягают. Даниль Шнейдер. Великолепный розыгрыш. Напрягают мне такие нападающие, потому что спину ставят и не подойти. Зато вот так вот великолепно забиваем. И это делает Мукоко. Низом спокойненько в противоход, подопорную. В пользу Милана. Око-ко. Удар с левой ноги. И вот-то вам уже 1-3. Нельзя давать бить этому парню. Ну нельзя же давать. Что ж вы делаете-то, а? И 1-3 в дебюте второго тайма Венгр. Увеличивает преимущество. И снова шикарный удар с метров по 17 и 17. Тонали. Мукоко. И с собой слай. Хорошая передача. Рафаэль Леал. С лёта удор хороший. Вратарь достал? Достал. Конечно, достал Галлогипер. У нас угловой. Очень много, очень много ошибок. Что у одной, что у другой команды. Вот, например, сейчас КС. Первый на мяче. Там пенка. Там пенка. Я даже не знаю, как это вообще. Что это такое? Но к мячу подойдёт Доминик Собосла. Нет, к мячу подойдёт КС. И вот, что хочу сказать. Пил в один и тот же угол, да? Когда-нибудь это закончилось бы. Мукоко. Подача на ближнюю. Забиваем. Там море. Ничего страшного. Ничего страшного. Там море 1-4. Мукоко. Голевая передача. И снова четыре мяча. Кстати, влетает ворота Ювентуса от Милана. 85-я минута матча. Вот это может быть очень опасно. Пилигрине устремляется. Пилигрине. И всё-таки в ближний угол. Упустили мы Пилигрине. Это сделал Педраса. Но 2-4. 2-4. Уже не разгром. Но играть ещё минут 5-7. Влахович. Ой, Влахович. Милошевич, конечно. Милошевич. О, Милошевич. Собослай не достаёт этот мяч. А Кисе, кстати, мог оформить пенальти. Ой, пенальти. Пенальти он не оформил. Да, тоже мог это сделать. Мог оформить хитрик. А в матче с Ювентусом это дорогого стоит. Локотели. Невеш. Франт. Плахович. Спокойно. Ну что, 2-4. Уверенная победа Милана. Незабитый пенальти. Немного подраслабились в концовке матча. Но самая главная победа над таким соперником. Самая главная 3 очка. У нас матч Судинеза, который мы давайте просимулируем. А вот следующий матч мы уже сыграем. Изменение в стартом составе. Адли я решил выпустить. Также Ариоля вышел в основе. 2-3. Минимальная победа. Мукоко оформляет дубль. Мукоко, конечно, хороший. И Филлипс. Филлипс забил 3-е. И, собственно, победный гол. У нас, друзья, полуфинал кубка. Мы сыграем с Фиорентино. А Калери обыграла уже Аталант. Он 2-1. Вот так вот. Кстати, два матча, что ли, будет? Или что? Ну да, действительно, два матча. Любопытно. Но в первом, еще раз повторюсь, выиграл Калери. У нас есть изменения в стартовом составе. Такие достаточно, я считаю, существенные. Во-первых, Гинтер. Ариоля. Кетти, Хауги. Филлипсы вышли. Гроссабль. По поводу Фиорентины. Кокорин. Федерико Кьезо. Сабонара. Данкан. Расновка 4-3-3 в линию. Ну, посмотрим. Исперико. Это у них капитаны. И плюсы в воротах. Хендерсон. Кафе Ляо. Собослай. Хауги. Развернулся Хауги. Развернулся Хауги. Кеси. И Собослай с левой ноги. По-моему, там точка. Да. Тут там видно было, что мяч попал в Воспилику эту. Ну, давайте теперь Доминик Собослай. Хотел пробить влево. А потом думаю, а ну-ка, дай-ка я туда же пробью. Доминик Собослай забивает. Забивает Доминик Собослай. Теперь он у нас пока штатный пенальтист. Я думаю, все будет справедливо. У него 85. Или 86. Даже пенальти ему. У Кеси 88. Кеси не забил. Вот сейчас, когда не забьется Собослай, там уже поменяем. Передержал. Передержал. И Доминик Собослай бил справа. Бил бы с левой сразу. Могло быть опаснее. Подача штрафную. И Тамори. Снова Тамори. 2-0. Филипс. Собослай. Слева ноги. Ух, пушка. И снова угловой. Там рука была. Там была рука. Это, по-моему, Кокорин, друзья. Мечу подходит Доминик Собослай. Забиваем. Забиваем мы, но забиваем благодаря таймингу, в который мы попали. 3-0. Но Хендерсон угадал отдать должное англичанину. Рафаэля. Может быть, очень опасно. 4-0. Не самая лучшая передача в моем исполнении, но... Самое главное, счет на табло он меняется. И меняется уже на неприлично крупный. 4-0. Я думаю, здесь уже все понятно. И как по матчу. Хотя, кто знает, кто знает. Ребят, я не знаю, какого хулио. Во-первых, удар никак учит. А ладно. Но какого хрена мяч пошел вообще в центр? Я давал на фланг. Ладно. Это просто... Ну, типа расслабился. Типа расслабился. Ну, посмотрим. Вот здесь. А давал на Тамори. Ребят, это была передача на Тамори. Здесь, конечно, тяжело было Реоля достать. Тем более, он уже весь матч спит. Александр Кокорин. С мячом Александр Кокорин. Охо себе! Вот это... Вот это передача от Сани Кокорина. Илошевич. На дальнюю штангу прострял. Шикарное завершение! Ну, по-моему, мы сейчас могли в воротах кидрени фени снести. 4-1. Разгром. Ну, не знаю, что должна Ферентина сотворить у себя дома. Посмотрим. Главное, нам не расслабляться. То расслабились и сразу же получили. А могли получить и два. Ребята, у нас заключительный матч в этом выпуске. Наполе у себя дома будет принимать Милан. Помните, да? Как в первом круге матч завершился. Но матч был очень интересным. Очень потным. Лучше бомбардиры Мобили и Лиау забили по 17 мячей после 23 туров. И давайте перемещаться к матчу. Так, снова буду менять форму, которая мне что-то уже начинает это напрягать. Так, Инсиния, Алия, Лассана, Мати, ПДМи, Акая, Марио Руи, Рублис, Луботка. Давайте к формам. По поводу Наполи вопросов никаких. По поводу Милана. Вот так вот. Стадион Олимпик. Поехали. А вот этот мексиканец. Мексиканская электричка. Кесси, здоровский. И сразу же передача на Даниль Шнейдера. Спокойненько. Даниль Шнейдер красавчик. Не пожалел. Мяч не пожадничал. И ему коко. 0-1 великолепно, без офсайда. Все шикарно, хотя могли и сами забить. Но более верная была и выгодная позиция для Юсуфа Мококо. Федраса. Босс лай. Кесси. На Даниль на Танали. Разорвали. Просто разорвали Сандро Танали. Очень мало забивает. Катастрофически мало. Если сравнить с Кесси. А если сравнить с Кесси, то многим нападающие столько не забивают. Например, Кесси на втором месте в списке лучших бомбардиров у Милана. Так что... Но сейчас было здорово. 0-2. Прессинг, почему бы и нет. Я немного сейчас могу заиграться. А этого делать нам не стоит. Лободка. Устремляется поляк. Около Сана. Больше некому, ребят. Только Лосана. Я хотел развернуться. Чтобы через середину не выносить. Потому что выносы обычно идут по газонам. Вот так вот, ребят. Знатно так обделались мы сейчас. Вот здесь хотел просто развернуться. И вот... Только Лосана. Больше никто не заслуживал забитого мяча. Составим и Наполи. Ну и пробил. Без шансов. Даниль Шнейдер. Хорошо, что я второй раз не нажал, друзья. Я вот хотел еще раз нажать. И тогда мы бы промазали бы. Даже с трех метров ударили бы выше. 1-3. Залетела какая-то негодяйка. По-другому я не могу сказать. Но... Вот здесь можно было и мне пробить. Можно было... Нет, там и Ляо было. По всаде. Но Мукоко. Мукоко хороший. Дубль оформляет. Давайте немного освежим. Немного давайте освежим. Мукоко. Ну что за это? Ну что? Ну, красная. Адьос. Шнейдер. Мне кажется, немного нервы уже у Шнейдера. И... Мне кажется, Шнейдера нужно заменить. Снова подача. Филипс. И снова будет угловой. Снова подача. Ну что? 1-3. Уверенная победа Милана. Мы... Идем без поражений пока. Ну что, друзья. Завершается очередной выпуск. А мы в следующем выпуске сыграем с Мадридским Реалом. Так вот. Дважды сыграем с Мадридским Реалом. Сыграем с Феорентины ответный кубковый матч. И сыграем с Интером. Вот эти вот 4 нас матча ожидают Болония и Самдория. Я думаю, мы просимулируем. Отличный выпуск. Идем без поражений. Мукоко набрал потрясающую форму. Посмотрим, что будет дальше. А дальше у нас Мадридский Реал, ребята. Как всегда, напоминаю, лучшая благодарность. Это лайк и комментарий под видео. Всем удачи, ребят. С вами был Габит. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok